Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, идет летний аукцион и одним из героев аукциона есть М4А1 Револювизе. Нет, не так, Револювизе. Ладно, к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Давайте сначала с вами обсудим вопрос того, сколько он стоит. 7000 голды за него сейчас просят на аукционе. Через буквально 5,5 часов цена снизится до 6,5, но даже за 6,5 я бы не рискнул его брать. У меня есть голда на основном аккаунте, самого М4А1 у меня в коллекции нет, но я не готов отдавать 6,5 кусков за эту машину, хоть это и 8 уровень и многие ютюберы его хвалят. Дело в том, что данная машина вообще не имеет никакой брони и для среднего танкиста будет очень сложной в использовании. Вы огромных размеров прошиваетесь везде и может быть где-то когда-нибудь какой-нибудь рандомный рикошет в какой-нибудь вот такой вот проекции, давая 250 мм брони с учетом приведенки, может быть вас порадует. Ну а все же остальные снаряды, как правило, будут в вас залетать и таким образом реализовать машину очень сложно. Также, ребята, очень сложно машину реализовать из-за того, что у нее пробитие 200 мм и если вы поставите себе на калиброванные снаряды, то пробитие поднимется до 210, что тоже не является потолочным значением на уровне. Я бы сказал, что приближаетесь плюс-минус к лидерам, но при этом всем, ребят, время вашей перезарядки будет составлять целых 9 секунд. А 9 секунд для огромной и картонной машины это действительно много. Что касается альфы, да, она вас, в принципе, порадует. 350, но, ребят, есть у нас WZ-122TM, есть T-34-3, пускай и не самая лучшая машина, но эти тачки дают по 400 альфы. И я уже молчу про таких ребят, как Химера с ее 440 и Т-44 с 400. Короче говоря, ребят, что касается того, как поставить оборудование, здесь уже определяйтесь самостоятельно. Я всегда говорил по поводу того, что нет правильно и неправильно установленного оборудования. Есть удобно или неудобно. И что самое неприятное для меня, то в отношении М4 я так и не определился, как мне удобнее. Что касается скорости, вроде бы и скорость 48. Ну, я бы не сказал, что эта подвижность действительно прям какая-то годная и прям ты носишься по карте, как угорелый. Посмотрите на тех ребят, которые конкурируют на уровне. В основном все зеленые, в основном все превосходят по подвижности, по маневренности. Есть неплохой ход назад 18, но опять-таки, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с многими другими машинами, то там и двадцатка светится. Поэтому, ребят, машина очень-очень посредственная. И единственное, за что стоит ее похвалить, так это за повышенный уровень доходности. На своем восьмом уровне она имеет 180%, а не 175. Но, блин, их-то надо еще реализовать. При этом всем машина еще и не сильно популярностью пользуется. 300 игроков играло за последнее время на данной тачке и сделали 53%. Я думаю, что если количество игроков увеличить, то процент по победам, он существенно упадет, ребят. И здесь, опять-таки, можно посмотреть на тех ребят, которые давно в игре и все их знают. Тот же самый Центурион МК-5-1. Это та же самая Химера. Короче говоря, машины, которые более результативные, их хоть пруд пруди. Поэтому, за что хвалят ютюберы Револьвера? А если быть точным, то его название звучит вот так вот. Давайте еще раз. Революризе. Революризе. Кошмар. Реально, кошмар. Язык сломаешь. Французский, наверное, не мой конек. Но я пытаюсь. Я, ребят, к чему говорю? Говорю к тому, что, наверное, отдавать 6,5 тысяч даже после снижения цены, это перебор. Потолочное значение стоимости танка, вот такое, знаете, вот если руку на сердце положить, 5,5 косых, это в лучшем случае. Это то, чтобы я готов был за него отдать. Ну ладно, здесь уже дело каждого, что отдавать, что не отдавать. Давайте глянем на технические характеристики, с учетом всего, что я смог сюда поставить. Я все-таки определился на том, что оборудование я поставил себе на досылатель. Я хочу, чтобы у меня все-таки побыстрее перезаряжалось орудие, для того, чтобы я мог сделать большее количество выстрелов. И таким образом я поднимаю свой ДПМ до практически 2,5 тысяч. А вот если я поставлю на калиброванные снаряды, ребят, то я выигрываю 10 мм к пробитию, но подумал, что лучше я буду пользоваться все-таки голдовыми снарядами. Потому что в таком вот виде мы с вами получаем при 350 альфы 2300 единиц ДПМа и более 9 секунд перезарядки. Поэтому лично для себя я определился на том, что буду играть на орудийном досылателе. Если же посмотреть просто на технические характеристики по орудию, то время сведения с 4 с копейками секунд возвращается к плюс-минус нормальному значению в 3,5 секунды. Разброс у нас в пределах нормы. ДПМ уже мы с вами обсудили. Время перезарядки далеко не самое комфортное, 8,5 секунд. Но попытаемся его реализовывать. Пробитие оставляем на уровне 200 и радует угол склонения орудия вниз минус 10. Честно говоря, в боях, с учетом того, что машина очень высокая, довольно неплохо помогает, отыгрывая где-то... Да что же вы со своим этим счетчиком урона? Помогает, ребят, отыгрывать на каких-нибудь неровностях, опуская орудия вниз. И таким образом, хоть и картонная башня, но только она у вас и торчит где-нибудь из-за какого-нибудь холма. А не вся вот эта огромная туша. Ну что, все, что можно было обсудить, обсудили. Каму я не ставил. Мне, честно говоря, из огромной колецы камуфляжей, которые у меня есть, не зашел ни один. Мне вот просто хочется оставить его в таком зеленом виде, зелено-синим, да. Типично французские цвета. Ну не знаю, есть такие тачки в игре, которые красить ни во что не хочется. Поехали, попробуем покатать. Итак, друзья мои, поехали гонять Револювизей. По-моему, я подсел на это название. Наверное, я буду произносить его максимально часто, для того, чтобы речитативные органы разрабатывать. Но если говорить откровенно про него, то, знаете, есть такие танки, на которых ты прям рвешься в бой. То есть, как только ты заходишь в какую-нибудь катку, тебя прям подмывает поехать вперед, поразбивать кому-нибудь лица. Короче говоря, он подмывает тебя к активным действиям. Что же касается этого товарища, то на нем, играя, у меня лично диаметрально противоположные ощущения. Ну вот, смотрите, в отношении углов склонения орудия, я вот сейчас мог бы довольно неплохо отыгрывать. Чуть-чуть там не хватает для того, чтобы дефендера увидеть. Но я думаю, суть вы понимаете, к чему я вел. Играя на вот таких неровностях, с таким углом склонения орудия, действительно комфортно. Здесь особо не поспоришь. Что касается продолжения разговора на тему рваться в бой, я не рвусь на этом танке в бой по одной простой причине. Потому что я понимаю, что как только я тут одорвусь, мне так набьют морду, что мало не покажется. По точности орудия. В целом, довольно неплохо. При полном сведении орудие обладает неплохой точностью. Вы действительно можете выцеливать, вы действительно можете попадать, ну вот как сейчас, допустим, и наносить довольно жалящий урон в 350, а вот как сейчас даже было в 370 с копейками и единиц. Это действительно приятно. Но потом, ребят, вы находитесь на довольно-таки долгой перезарядке. И эта долгая перезарядка, если вы не хоронитесь где-то, если вы не прячетесь, а играете активно, она приводит к тому, что за время вашей перезарядки вас разбирают. Накидать урона вообще не проблема. Опять-таки, если будете играть осторожно, если вы не будете выезжать куда-нибудь на передовую, то вот так вот стоя, вместе со своей командой, держа какую-нибудь позицию, вы действительно, особенно если поймаете какого-нибудь соперника, который не будет никуда там особо отъезжать и прятаться, вы за бой накидаете достаточное количество урона для того, чтобы получить довольно-таки неплохие результаты по, секундочку, по фарму серебра. И в целом эту машину к фармерам отнести можно, потому что 180% доходности, это действительно очень круто. Сейчас немножко отвлекся, надо было меньше говорить. 180% это действительно очень круто. Единственное, что реализуется эта доходность, только если вы будете играть осторожно. А вот если вы будете психовать, нервничать, если вы будете выезжать куда-нибудь на первую линию, то будьте готовы к тому, что вы сделаете один, ну максимум два выстрела, и после этого, ребят, вы отправляетесь благополучно в ангар. Тут танковать нечем, поэтому если вдруг вас, не дай бог, вообще окружили, то тогда можете просто тапки в руки брать и готовиться на выход. Что касается в целом ощущения данной машины. Если бы у нее была, была хоть какая-нибудь броня, ощущения были бы более приятны. 2000 единиц урона, 3 уничтоженных соперника из наклассности второй степени. То есть на данной машине те ребята, которые играют сейчас, они подняли планку довольно неплохо. А значит играют на этой машине довольно-таки рукастые ребята. Это говорит о чем? Это говорит о том, что для обычных игроков, которые менее рукастые, машина, ну не совсем предназначена. Третье место в команде по урону. Давайте похвалим наших ребят союзников. Обязательно похвалим наших ребят соперников. Они достойно проиграли. Да, проиграли, но достойно. А это действительно, действительно нужно уважить. Ну а что касается доходности ребят, то вот за такой вот бой, никуда особо не выпячиваясь, 48 тысяч серебром было бы без прем-аккаунта. Ну а с прем-аккаунтом 74,5. Короче говоря, фармить на данной машине можно. Она позволяет это делать. Единственное что, у вас должны быть для этого практически идеально ровные руки. Она абсолютно не будет прощать вам, ну прям вообще никаких ваших ошибок. Если говорить откровенно, то допустим тот же самый Т26Е4 Супер Першинг, он больше ошибок прощает и при этом имеет коэффициент фарма, если я правильно помню, даже выше. Вот так вот, ребят, получается, что вроде бы и машина есть на продаже, а стоит существенно подумать, покупать или нет. Я надеюсь, я был вам полезен и очень надеюсь на то, что после этого видео вы в благодарность подпишитесь на мой канал и придете в гости еще. Я побежал снимать следующие обзоры на те машины, которые есть на аукционе, ну а вы, друзья мои, жмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.